Ну и продолжение. Китайская помила такая гадость, кстати, она незрелая. Ну да ладно. Итак, что меня ждет? Я вот смотрю по людям, ну жизнь под туалетом у меня не получилось. Никак. Как-то я вот привык все-таки как-то вот так вот, сивильно, со всякими навесиками, со всякими там устройствами чисто по-домашнему, чтобы было что-то вроде такой лесной квартиры, в тишине, с моими птичками, белками, ежиками, оленями и всякими мышками и другими животными, которых я подкармливаю, которых я спасаю, пытаюсь спасать оленей. Ну, и я думаю, что мне не удастся годами жить тут на пособии, на продуктовом, чисто продуктовом. Деньги не буду давать. Вот так в лесу. В принципе, можно жить. Можно. Просто жить. Полиция сюда не пойдет. Че она сюда пойдет? Они, пришли сюда пожарники, они, в принципе, ну близкие к полиции, да, тут они, вот. Посмотрели на все, на вот это вот, Николя мне повесил. Комп Васнос. Кстати, стерлись мои поправки ручкой. Надо их обновить. Так же, кстати, и все эфемерное стирается, как мы. Вот. Ну и, в общем, это я засолил, потому что, ну, я не съем все, придется мясо солить. Я не хочу жить нелегально, ожидая, что в любой момент тебя могут взять за шкирку, кинуть самолет и отправить в Москву, в Путининскую. Да, из России приходят, кстати, нехорошие вести. В нашем селе в Курсавка убили бабушку, ветерана войны, 95-летнюю. 95-летнюю. Именем которой, ну, или ее именем, или ее сына, не знаю чей, названа Стратичука, улица, села, главная улица, села. То есть, вот Путинистская Россия приводит к чему? Что приходят молодые люди, говорят, бабка, дай денег. Не даешь, да? Так отберем. Отобрали там 20 тысяч, избили ее, она умерла уже в больнице. Это результат Путинистской России. В Белоруссии такое возможно? Да, возможно. Почему нет? Ну, оттуда почему-то из Белоруссии приходят страшные вещи. Как милиционер достал котенка на дерево, там что-нибудь такое. Ну, там тоже страшные, кстати, по-настоящему бывают вещи. Так вот, в Путинистскую Россию я не поеду. Мне с ними поперек. Так, или они исчезнут, или, значит, я исчезну. Мы они аннигилируем, так сказать. Я, скорее всего, я, потому что у меня масса меньше. Я же один, а их много. И они, основную массу народа, массу народа, они совратили, так сказать. Они, как бы тут правильно выразиться, они изнасиловали. Они изнасиловали. Под ними, народ под ними. Под враньем. Сегодня Путин читает послание. Ну, послушаем комментарии на эту чушь, которая повторяется из года в год. Кто-то еще в это все верит. Так вот, я как и думал, что я уйду в лес. Тут есть такая святая гора с минеральными источниками. Там много минеральных источников. А за ней такая лесная долина, километров несколько. И вот в ней легко затеряться. А летом, я думаю, там... Почему летом? Потому что летом можно надолго протянуть свой запас калорий, которые у тебя есть в организме. И постепенно, в уходе из жизни... Кстати, какой-то греческий философ ушел так из жизни. Тот, который карты создавал первые, земли. И кто первый измерил диаметр земли? Ростофен, не помню уже, кто. Он ослеп, не мог читать книги и не захотел больше жить. Перестал кушать и умер. Я не думал, что я вот пойду по стопам Ростофена. Но кто-то до меня уже так делал. Я тоже не могу заниматься здесь вот книгами. А я хотел бы закончить мою монографию «Мана небесная». Она очень большая. Она, кстати, самая... Это единственная монография в мире, которая... Так сказать, раскрывает тайну «Мана небесная». Я хочу работать каждый день, как я работал в Крыму. И это было сейчас самое счастливое время. Самое тяжелое, наверное, время было. Потому что я работал с утра до вечера. Не знаю, меня... Не то чтобы заставляло, меня вдохновляло как наркотик. Буквально эти открытия одно за другим. Интереснейшие. Но секрет один. Просто надо потратить очень много времени на любую, на каждую мелочь. А у быдла у него, оно легко скользит по поверхности. Оно отскакивает от этой поверхности. Оно никогда не ныряет в эту поверхность. В глубину знаний. Оно отскакивает. Быдло. Так что вот уйду я в лес. Почему? Потому что, во-первых, это дает немедленное облегчение. Для... Для... Приехали так люди похалявничать, я бы сказал. И таких большинство. Это да. Так и есть. И много криминала среди них. Люмпены. Люмпены. Это да. И при том, действительно, отравление местной культуры этими приезжими, оно значительное. Я сам это наблюдаю. Моя культура книжная. Моя культура не... Не так сказать. Не быдловская, не люмпенская. Не общенародная, путинячая. Вот. Кстати, неизвестно, кто кого совратил Путин, народ или народ Путина. Потому что в народе остаток остался, след, который в нем культивировали. Так что неизвестно. Ну, в общем... Не знаю, как там и Растофен. А вот я... Для меня это немедленное облегчение. Это немедленное физическое выздоровление в течение недели, двух, трех. А потом просто идти некуда. Некуда идти. Многие беженцы, они же... По много... Больше десяти лет я встречал людей. Из одной страны в другую. И результат один и тот же. Издевательства. Отказы. Плохая жизнь. Без перспективности. Они в другую страну. Их выгоняют, выгоняют. Они так вот... Пока многие не возвращаются. Откуда приехали. Вот тебе результат. Мне возвращаться некуда. В Путинячую Россию я не поеду. Моя Россия не Путинячая. Моя Россия, Россия детства моего. К сожалению, это не взрослая Россия. Взрослую Россию они не смогли мне построить. Современники. Я бы построил. Но я же понимаю, как это сложно. Ведь ты тронь в одном месте, в другом месте осыпется. И ты начни трясти. Все разрушится. И начнется гражданская война. Поэтому, конечно, это очень... Это непросто. Многие думают... У многих очень простые рецепты. У меня нет простого рецепта. И даже с Путиным мне... Ну, был такой рецепт. Уйди ты. Ты уйди. Тебя не будут трогать. Просто уйди. Сминись-то. Вот и все. Пусть Медведев, пусть кто-нибудь. Я думаю, так и произойдет. Я думаю, Медведев уже поставят. Теперь уже по-настоящему. И у Путина будет гарантия те же самые, что у Ельцина. И на этом нас Медведев потом через два срока передаст свой срок. И Россия, кстати, плавно-плавно отъедет от этих... Я думаю, что, да, революционный путь может... Очень медленно. Проблема в том, что очень медленно. Кстати, я съехал с себя на... На общемировые проблемы. Так вот. Да, что потом делать мне со своим здоровьем духовным, которое у меня возрастет, и энергии, которая во мне появится, духовной? Физическое у меня уйдет. И что мне делать потом с болью во всем теле? Вот это проблема. Какие с собой взять минералы, таблетки, чтобы подольше протянуть и себя довести? Секрет в том, чтобы довести себя до максимальной слабости, до истощения, до максимального, чтобы им уже нельзя было ходить. И я не знаю. Честно говоря, дальше я... Дальше я даже не достигал дальнейших я вех, поэтому я не знаю, что будет. Я не знаю. И Ростофену удалось. Мне не знаю, удастся ли. Может, Боженька меня все-таки заберет к себе.